Демоны у порога церкви Как вы думаете, вот в последнее время церковь делается все сильнее и сильнее или все слабее и слабее? Вот ваше наблюдение. Ну от того, что вы знаете. Вот то, что вы знаете. Не конкретная церковь, а вообще вот то, что церкви, которые верующие, которые вы знаете. Они духовно сильнее делаются или духовно слабее? Слабее. Я думаю, правда. Я думаю, слабее. И давайте подумаем, что происходит. Потому что нам нужен трезвый взгляд на жизнь. Вот в этой поездке я был в двух реабилитационных центрах здесь в Америке. В одном центре было там 20 человек, в другом 6 человек. В общем, 26 человек. Все это ребята были от 16 до 30. Я с ними разговаривал. Я с ними разговаривал. И ввиду того, что я сам был 6 лет близко к репцентрам. Там на Славянске у нас была церковь. Еще в 98 году, кажется, репцентр организовали. И сейчас 14-летие отпраздновали. Так вот, я 6 лет был близко. С ними я начал расспрашивать этих ребят. Я говорю, расскажите, ну как вы начали колоться? Они говорят, интересно. Один говорит, я первый раз наркотики попробовал сразу же после спелки в церкви. Вдруг пригласил и поехали. Я спросил, вы дети верующих родителей все? Они говорят, да. Начали молиться. Часть из них молится на иных языках. Крещены Духом Святым. Я начал у них расспрашивать. Я говорю, что происходит? Почему вы начали колоться? Ведь вы дети верующих родителей. Один говорит, у нас большая семья. Говорит, все верующие, все Бога любят. Один я такой у мамы. Говорит, недавно довел мать до инсульта. В больницу отправили. Я говорю, мы начали разговаривать ввиду того, что я знаю эту проблему. И мы с ними откровенно разговаривали. Так, очень откровенно разговаривали. Я их спросил. Скажите, пожалуйста, вот ваши наблюдения, вы точно знаете? Родители не знают. Пастера, возможно, не знают. Но вы точно знаете. Сколько примерно процентов молодежи, тех, как в церквах, причастны или пробовали хоть раз наркотики? Как вы думаете, какой ответ был? Сколько процентов? 50. 50. 50 процентов пробовали наркотики. Я говорю, сколько процентов примерно идут в наркотики? Он говорит, в разных церквах по-разному. От 10 до 30 процентов, говорит, уже на наркотиках. Притом, это люди, говорят, которые точно знают ситуацию. Точно знают ситуацию. Потом умерлись, говорились еще сильнее с ними. Они мне говорят, недавно проповедовали, они в тюрьме, они там ходят в какую-то тюрьму. Говорит, из 15 человек, которых встретили там, это русские все, это разные конфессии, разные церкви, любые церкви. Некоторые считают, что вот у нас более лучше, другие считают тех худшими. С любых церквей и с любых конфессий. С любых конфессий все собраны. И, говорит, это в тюрьмах сидят. И, говорит, часть из них молятся на иных языках. Какую я мысль хочу? Нам что-то надо думать и что-то надо делать. Потому что, если такая ситуация продлится дальше, ситуация вообще может сложиться очень тяжелая. Потом вторая грань. Скажите, когда вы приехали в Америку и сейчас, разводов больше сейчас или меньше? Больше. И дьявол все делает для того, чтобы разрушить наши семьи, для того, чтобы украсть наших детей. И мы должны понять, что мы живем в очень серьезное время. В очень серьезное время. Рушатся семьи, дети идут в наркотики, дети идут в тюрьмы. И я говорю, хлопцы, вас столько человек. Вы же, смотрите, в тюрьмах сколько. За кого девчатам замуж выходить? Ну, правильный вопрос, нет? Правильно. За кого замуж выходить? Если вы то по тюрьмам, то по наркоцентрам. И у нас хорошая такая беседа была. С некоторыми я говорил очень откровенно. Мы говорили с ними наедине, и они плакали. Я плакал. У нас очень хороший разговор был. Очень хороший. Некоторых касается Господь. Некоторые говорят, я не знаю, что происходит. Я не знаю, что происходит. Некоторые говорят, я начал колоться, потому что в доме не было мира между отцом и матерью. Другой говорит, отец и мать у меня замечательные люди. Любят Бога, и они все сделали для меня. Все сделали, я их обманывал, обманывал. А потом началась серьезная проблема с наркотиками. И мы с ними говорили, мы с ними молились. И тема, которую я сегодня хочу коснуться, это демоны у порога церкви. Демоны у порога церкви. Я знаю. По разным церквам, особенно, чем больше биологически верующих людей, биологически, понимаете термины, верующие, которые родились в христианских семьях, и которые не встречались с евангелизацией среди язычников, они не понимают, не понимают, что верующим могут быть жить демоны. Прекрасная сама идея, сама идея прекрасная, что стоит покаяться, еще если ты крещен Духом Святым, то делай все, что хочешь, и демоны не смогут ничего сделать. Идея прекрасная, только жаль, что она неправильная. А идея сама хорошая. По крайней мере, для тех, кто хочет грешить. И ввиду того, что мы на Украине уже 12 лет молимся об освобождении людей от злых духов, это в течение 12 лет. И ввиду того, что по местам, по городам некоторые братья начали молиться об изгнании бесов, потому что ситуация очень серьезная, очень серьезная. Демоны, они приходят и выполняют заказ дьявола. Украсть, убить, что еще? Погубить. И предпоследний раз, кажется, в церковь приехало 180 человек из разных областей Украины, из России. 180 человек. И не всех были у них демоны. Но, тем не менее, часть из них мы молились, Бог освобождал, у кого-то только обнаруживались эти проблемы. И это служение необходимо. Недавно пригласили в Хмельницкий областной центр, тысячи человек в зале, воскресное богослужение. Пастор сказал в той церкви, епископ, он говорит, пожалуйста, три часа говорим об изгнании бесов, как бесы входят, потому что начинаются очень серьезные проблемы. В Виннице тоже мы имели такое же собрание. Я хотел бы сегодня попытаться изложить основные пункты борьбы церкви против демонов. Я хотел бы сегодня показать цели, которые преследуют демоны. И кто такие демоны. И показать, что Христос, когда Он сказал, создам церковь и врата ада, что? Мне говорят, это правда. Только церковь должна занять определенную позицию. Определенную позицию. И я хотел бы сразу эту мысль сказать, чтобы мы поняли. Человек, живущий свято, исполненный Духом Святым, недостижим для демонов. Они не могут войти к нему, потому что святость и исполненность Духом Святым – это непреодолимый барьер. Верующий, сокрытый во Христе, святоходящий, он является победителем над силами зла. Мысль понятная, братья и сестры? Если человек ищет лица Господнего, Боге сокрыт, исполнен Духом Святым, никакие ему бесы не страшны. Ничего они не сделают. Ничего. Потому что тот, который в нас, больше, сильнее того, который в мире. И потому я хочу сегодня говорить, я хочу сегодня беседовать. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пастору напишите. Подписываться не обязательно. Передайте записку. Мы потом вас по почерку найдем. Если надо. Ну, а сейчас к теме. Первую мысль я хотел сказать, что у верующих есть три проблемы. После покаяния, после крещения Духом Святым, после того, как мы стали членами церкви, есть три проблемы. Можно сказать, три врага. Первый враг, это евангелист Иоанн, послание пишет Иоанн, говорит, не любите мира, не того, что в мире. Потому что то, что в мире, что там? Похоть плоти, похоть очей и гордость жительства. Таким образом, верующий человек должен знать, что мир, имеется в виду греховная система мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вокруг нас. Это система греха, это общество, в котором мы живем. Живем мы или здесь, или в Европе живем, это не имеет значения. Мир греховный одинаковый. Мир ненавидит церковь. Церковь никогда не сольется, истинная церковь, с миром. Да, дьявол будет пытаться, чтобы мир проник в церковь. Да, дьявол будет пытаться, чтобы мы приняли мирские обычаи. Да, дьявол будет пытаться, чтобы границы между церковью и миром были стерты. Но мы должны знать, это говорит Иаков, прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть что? Вражда против Бога. Итак, первый фронт наш, первая грань борьбы – это мир. И мы должны знать, что кто начинает заигрывать с миром этим, кто начинает любить мирское, тот начинает дружбу с миром. И говорится в этом послании, что тот становится врагом Богу. Не рождается, не был врагом Богу, а становится врагом Богу. Когда мы начинаем заигрывать с миром, и когда мы начинаем дружить с этим миром. Притом, вы посмотрите на молодежь. Если долго-долго парень и девушка дружат между собой, то, скорее всего, между ними возникнет что? Любовь. Ну, любовь. Полюбят друг друга. Так вот точно происходит с верующим человеком. Когда он начинает дружить с миром, когда он начинает заигрывать с миром, когда начинает человек стирать границы, потихоньку алкоголь употреблять, заглядывать на порносайты, попытаться быть независимым ни от пастора, ни от церкви. Если жена, то и от мужа независимым быть. Если муж, то я буду независим ни от кого. И вот это чувство независимости, желание независеть от родителей своих, у детей, вот это чувство независимости, чтобы почувствовать себя, свое я, эго, было удовлетворено, это прямая дорога у верующего человека к очень серьезным проблемам. Почему? Потому что муж должен быть полностью зависим. У него есть глава Христос. Жена должна быть зависимая и от Бога, и от мужа, потому что глава ей муж. Дети должны зависимы быть от родителей, потому что слово говорит, почитай отца и мать, и будет тебе благо, будешь долголетен на земле. Не хочет почитать отца и мать, ни добра не увидишь, и дни будут сокращены. Это законы, это принципы, и мы должны понять, что Библия – это свод духовных принципов. Итак, мир. Мир пытается ворваться в церковь, и когда мы только начинаем заигрывать с ним, а верующие люди иногда не слышат то, что говорит Иоанн, не любите, не любите – это сила воли. Я не буду любить идолов этого мира, я с миром греховным. Не в смысле жизни на земле, а в смысле с греховным миром. Ничего общего не имею. Как мы сказали уже с вами, эта дружба переходит в любовь. Был один человек, о котором святой Павел говорит, Дима оставил меня, возлюбившись. Что он возлюбил? Внешний мир. Сначала дружба, а потом любовь. Еще один человек был, возлюбил мзду неправедную. Кто это был? Смотрите, что получается. Он знал Бога, он глянул на Израиль, когда Валаак предложил проклинать Израиль. Посмотрел, говорит, нет волшебства и нет ворожбы. Он непобедим. Он непобедим. Когда нет ничего с греховным миром, мы непобедимые, потому что тот, который в нас сильнее. И вот эта любовь у Димаса, вот эта у Валаама любовь привела к следующему. Тот оставил Павла, а Валаам закончил прорицателем. Оказывается, есть дорога от Бога к сатане, и есть дорога от сатаны к Богу, и есть дорога от Бога к сатане. Можно бросить грех и перейти к Богу, и служить Богу. А можно, служивши Богу, бросить Бога и уйти к сатане? Валаам это сделал. Что он сделал? Возлюбил им сду неправедную и дает советы. А советы такие. А советы такие. Говорит, ты знаешь что? Ты научи девушек своих, чтобы они блудили с евреями, и пусть идут поклоняются Валфегору, идолу. Бог их сам накажет. Таким образом, верующий человек должен понять, что мир греховный, он исполнен похоть и плоти, похоть отчей и гордость житейская. И тот же Иаков говорит, каждый увлекается и обольщается такой похотью. Собственно. Внутри греховное желание, и человек, который не сказал, я не буду любить греховного мира, у меня в доме будет все чисто, я не буду никаких грехов иметь, я буду стараться искать лица Господнего. И решил это сделать. Вот на этом фронте, да, дьявол не смог его искусить. Он может во Христе Иисусе продвигаться вперед. И может быть благословенным человеком. Для молодых людей мир такой блестящий. Вот это я говорил о репцентре. Все же началось с того, что им показалось, что там будет все отлично. А закончили очень серьезными проблемами. Некоторые болезнями очень серьезными закончили. Вторая грань. Вторая грань. Это наш характер. А потом мы перейдем к демон. Вторая грань, наш характер. Говоря о первом пункте, о мире. Там написано, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Иисус есть победа, победившая мир. Вера ваша. Если человек верит, что, говорит Библия, правду, что мир надо не любить этот мир. Это не молиться на иных языках, не поститься надо, а принять решение, я не буду любить этот мир. Молиться и поститься надо. Но если не примешь решение, пост и молитва не поможешь, если ты будешь любить этот мир. Я хочу спросить, я эту мысль понятно высказал, нет? Надо принять решение. Волевой христианин должен быть. Я не буду. У меня в холодильнике не будет ни пива, ни вина. Я не буду смотреть грязных фильмов. Я не буду часами сидеть у телевизора, у компьютера. Потому что я буду преображаться в образ, который вижу там в телевизоре или на грязных сайтах. И придет медленное сумасшествие. Это правда. Это реальные вещи. Потому что мы преображаемся в тот же образ. Куда ты смотришь, что в голове делается, какие мысли катаешь, ты будешь преображаться в этот же образ. Это реальность. И вот второй пункт, наш характер. Когда мы покаялись, когда мы крещены Духом Святым были, и когда радость такая, членство церкви, ну все хорошо у нас, такая радость. А потом наступает момент, когда плоть желает противного Духу, а Дух желает противного плоти. И начинается внутренняя борьба вот эта. Ветхий человек. То, что мы получили от папы и мамы. Характер. Кстати, как вы думаете, вот вы когда-нибудь думали о себе, у вас больше папы характер или мамы? Ну? Что? Ну, такой же горячий, как папа, такая же кроткая, как мама, или как? Или такая же горячая, вспыльчивая, как мама, и такой же кроткий, как папа. Но характер, характер у нас. И характер, характер – это проблема наша. Мы ходим в церковь, мы пребываем в служении, мы пребываем в служении, но чем сильнее ветхий человек, тем мы более обидчивые, тем мы более склонны к гордости, тем у нас больше непокожности. И вот этот характер, если он не пройдет распятие веткого человека, он проблема для семейной жизни. Потому что, если у него характер, у нее характер, и сошлись, пока было гонение, пока было трудно, пока было бедно, все нормально, жили, молились и так далее. Я же немножко знаю людей, которые переехали сюда, и у меня достаточно много знакомых, и когда мне говорят, и тот разошелся, и та ушла, я начинаю думать, как могло произойти, что происходит, когда я знал этих людей, ну, абсолютно адекватные люди, абсолютно адекватные люди. Что происходит? И я думаю, что вот здесь, в характере, есть очень серьезные проблемы. мы должны понять, что Бог дает нам пресчение грехов, дары Духа Святого, но это не самое главное. Если говорить о борьбе, то самое главное в христианстве, это пройти распятие веткого человека. Это то, что сказал Христос. Отвергни себя, возьми крест, и что? Следуй за мной. Отвергни себя. Если не будешь отвергать себя, будешь любить себя, если она будет любить себя, проблемы будут. Проблемы будут. Сначала отчужденность, а потом замаячит развод. А ввиду того, что уже примера в море, дьявол толкнет. Это первому страшно, второму не очень, десятому вообще не страшно. И потому характер. Что нам нужно делать с характером? Что нужно делать с характером? Мы молимся. Мы молимся. Ну, один пример. Из жизни. Один пример из жизни. Я на часы посмотрел, и у меня не так много времени осталось. Час только. Значит, один пример. Семья, представьте. Он трудный человек, муж. Она умная, очень, и любит Бога, но с характером. Между собой. Как начинают, он ей слово, она ему, и начинает ссориться, 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 и потом до последнего ребенка готовый сражаться друг против друга. И она начала молиться Богу и говорит, чтобы Господь измени его. И она долго молилась, и Бог ей сказал, сама изменись. И она обиделась на Бога. Потому что мало того, что муж говорит такое, еще и Бог говорит. Она начала поститься, молиться, и Бог ей сказал еще раз, она знает голос Божий, сама изменись. И когда она начала изменяться, и когда она начала меняться, она говорит, муж начал меняться. Я хочу сказать, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. И что касается характера, первое, что мы должны делать, это применить волю свою. Написано, удерживай язык свой от зла. Молиться, можно молиться, Господь меня и мужа, Господь меня и ситуацию. Надо удерживать язык свой. Волей я буду держаться. Второй момент. написано, что крик, ярость, гнев, да будут что? Удалены. Это надо удалить, не винить ее, не винить его, а надо удалять в себе, в себе это. Потому что, пока мы не измучены от своего характера, мы мучим своих самых близких и родных. Пока мы не измучены от своего характера. Проблема заключается в том, что мы пытаемся менять других, а нам нужно менять себя. Отложи ложь, воровство, отложи лукавство, лицемерие, остаток злобы, отложи это воля. Я не буду этого делать. Второй пункт, это характер наш. И говоря о полной победе над характером в коротких словах, просто конспектно, я хотел бы отметить следующее, что Бог показывает нам победу над своим характером. Как мы можем отвергнуть себя, взять крест и последовать за ним. Вот тогда, после распятия ветхого человека, приходит ученичество, приходит благословение, приходит благодать и дары Духа Святого, которые действуют уже в человеке, у которого вера действует как? Любовь. Дарами вера может действовать в младенцах, пророчествовать, даже заниматься освобождением людей от злых духов. Это не вершина христианства. Вершина христианства, распятие ветхого человека и распятие ветхого человека, и когда вера действует любовь, плод духа. И я буквально один пример из жизни рассказываю, чтобы понять эту ситуацию, и мы будем говорить о изгнании бесов немножко сегодня. Представьте ситуацию такую. 35 лет молодому человеку, проповеднику. Он умен, он красноречив, он говорит слово, и это касается людей. Бог дает ему слово откровения, и он действительно действует в благодати Божьей. У него дома семья, у него очень красивая жена, очень умная, она хорошо поет. Единственное, когда приходит он домой, она часами болтает по телефону, у них трое-четверо детей, и она не думает о детях заботиться. Он ей выговаривает, она ему выговаривает, и начинается, знаете, когда семейные проблемы начинаются, и когда люди горячие, они тогда уже не сдерживают себя. Сначала один пытается ударить другого, и ударить наотмашь, так, чтобы больно было, так, чтобы достать. И другой отвечает тем же. Ну, и они не были исключением. Дар у этого проповедника, и призвание очень отличное. И она ему говорит, и он ей говорит, и поссорились очень сильно. Она его назвала, он ее назвал, она его назвала вшимым проповедником, проповедником, он ее назвал хамкой, ну и прочие вещи. Ну, знаете, некоторые знают, о чем я говорю. Он ушел, он ушел, закрылся, и внутри, если бы только не церковь, и не Бог бросил бы там. Знаете, когда нас обидят, у нас кипит все, и тот, кто обидел, единственный враг наш. А потом, когда успокоимся немножко, тогда, оказывается, приходит мысль, как же я других учу, молюсь о других, Бог крестит Духом Святым, а что у меня делается в доме, почему я такой? Он начинает молиться, и приходит уже третий пункт. Причем она, я проповедник, кучу других, как же я веду себя дома? Если бы те, которые слушают меня, увидели, как я разговариваю, то правду об одном проповеднике сказали. Когда он проповедовал, о нем говорили так, ой, если бы ты никогда не сходил с кафедры. А когда он сходил, когда он сходил, и видели его в жизни, о нем говорили, ой, если бы ты никогда не заходил туда. Он начинает молиться, и Бог ему дает откровение, Бог ему дает откровение, удерживай язык свой, держи язык свой, не говори, не говори, вот гнев подкатывает вот сюда, молчи, молчи, не пытайся менять ничего, себя меняй. Он начал пробовать это. Он начал поститься, молиться, и два месяца полной тишины. Ничего не меняется, она такая же, два месяца полной тишины. Но в какой-то момент, и опять его прорвало, и опять ему она наговорила, и он ей наговорил, и он опять ушел, и он ходит по комнате и думает, что происходит, почему, где выход из этого заколдованного круга, если так и пойдет дело, я же лишусь, и служение будет разрушено. А последняя ссора, вообще на глазах детей, и дочка 12-летняя прибежала, обнимает, папа не надо, папа не надо. Плачет дочка, он плачет, она ему говорит, что как крокодиль, слезы льешь, мать обидела, теперь плачешь. Он ушел, не знает, что делать, и начал молиться. И Бог ему говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. Я пришел отпустить измученных на свободу. И когда он, это как откровение пронзило его, и когда он принял это слово и начинает читать Евангелие, тысячу раз читал этот текст, и, наконец, Бог ему показывает, римлянам 6-6, зная, многие из нас не знают, что ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Вот та фабрика греха, которая внутри, которая отравляет семьи, которая отравляет церковные службы, которая отравляет все. Внутри ветхий человек, оказывается, есть решение этому всему. Это, прежде всего, воля человека. Я не буду этого делать. Молитва, пост. И второе, полное откровение. Вера. Ветхий человек, распят с ним. Я хотел бы эту мысль, вторую, закончить, перейти к нашей теме. Я думаю, что это нам хорошо повторить. Я думаю, что мы знаем это. Ну, хорошо повторить это. Я хотел бы спросить тебя, просто так, о семейной жизни. Ответь, пожалуйста, на один вопрос, смысле на себе. Если бы нужно было тебе вторично жениться, ты бы женился на той женщине, которая является сегодня твоей женой. Если бы тебе вторично нужно было выйти замуж, ты бы вышла за этого человека, который сегодня является твоим мужем. Если твой ответ нет, ты несчастный человек. Если твой ответ нет, ты несчастный человек. И тебе надо что-то думать. потому что проблемы, о которых мы сегодня говорили, о характере особенно, нужно что-то делать, потому что когда родители между собой живут свято и чисто, занимаются детьми, это самое нужное дело в нашей крестьянской жизни. Итак, есть мир, которого не надо любить, и есть характер, с которым нужно что-то делать, с нашим характером, потому что мы очень часто занимаемся многими часами, иногда неделями, месяцами, годами, исправляя характер ближнего своего. Иногда это в семье, мужья пытаются жен поменять, жен и мужей пытаются поменять. Иногда в церкви это, и знаете, когда вот человек старается, старается для людей, а до себя руки не доходят. И, наконец, третья мысль. Я хочу спросить, я понятно эти мысли высказал. Вы простите, что я переспрашиваю, но я хотел бы быть уверен. Ну, а теперь об изгнании бесов. И мы поговорим об этих вещах. Я уже сказал, что дьявол имеет армию демонов. Демоны это бесы, это злые духи, это нечистый дух. И их очень много. И они имеют относительно верующего три атаки. Первая атака это извне, когда они нас искушают. Второй момент, искушают извне, любого человека, даже самого святого человека, искушают они. Пытаются мысли посеять грязные, разные, или мысли отчаяния, страха, мысли. Второй момент, это когда человека контролируют какую-то часть. Ну, женщина пришла в синагогу, Евангелие от Луки, 13 глава, с 11 по 16 стих, и там она пришла в синагогу, Христос увидел ее и сказал, что у ней дух небащий, он возложил на нее руки, помолился, она была исцелена, и дьявол в 18 лет ее мучил, а теперь дух небащий оставил ее. То есть какая-то часть человека под контролем. И третий это самое-самое-самое тяжкое одержимость. Одержимость это когда занимается разум и когда человек неадекватный, сумасшедший человек. Христианин не может быть одержим бесом, потому что если это доходит до одержимости, он перестает быть христианином. Я хочу, я понятно рассказываю, нет? Понятно. И вот мы имеем это служение. Я хотел бы, если будут вопросы пастору, передайте, чтобы мы в конце перед молитвой надо будет ответить. Мы имеем это служение. Вначале мы говорим людям о покаянии. Они приезжают с разных городов, разные люди, мы о покаянии говорим. Потом говорим о власти Иисуса Христа. Евангелие от Матфея 28, 18. Всякая власть на небе и на земле ему дана. И что Бог дал ему, ему дал власть и имя его выше всякого имени. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава 6 по 11 стих. Там говорится, что он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Он уничижил себя, он смирил себя, он был послушный до смерти и смерти крестной. Посему из-за этого Бог дал ему имя выше всякого имени. Если только мы начнем смирять себя в семье, если мы начнем выполнять то, что Библия говорит, если ты жена, покорись мужу своему. Я не о греховной жизни. Вообще будь послушной мужа, это величайшее твое благо для твоих детей, если ты не хочешь быть на попелище своей семьи. Смирись глубоко, глубоко смирись, если даже муж не такой, Бог силен смирить ходящих гордо. Бог может смирить твоего мужа в одночасье. Но кто хочет иметь благословение от Бога, должен пройти этот путь, уничижить себя. Никогда нас уничижают. Смирить себя. Никогда нас ломают и смиряют, а смирить себя и быть послушным Богу. И придет благодать и благословение в нашу жизнь. И в нашу семью придет благословение, потому что Бог хочет благословить нас. Евангелие от Марка 16-17 говорится, что Христос сказал, верующих будет сопровождать сии знамени, и первое знамение именем моим будут изгонять бесов. Это первое знамение. Это придет в церковь. Это придет. Просто ситуация сложится отчаянно, так отчаянно, что ничего не придется делать, как только поститься и брать оружие духовное в руки и начать заниматься освобождением. Это придет. Потому что то, что мы имеем, когда церковь слабеет, и когда дьявол врывается в церковь, и когда начинаются очень серьезные проблемы в церкви, разводы, наркотики, тюрьмы и прочие вещи, с этим придется что-то делать. И за этим всем стоят бесы. Потому что это они, бесы, делают так, что воруют наших детей, это они разваливают семьи, мы не видим этого, и играя на наших обидах, играя на наших эго, греховных эдок, мы приходим к очень серьезным, к очень серьезным проблемам. Мы говорим людям о власти Иисуса Христа, и мы говорим им, что вы, которые приехали, у вас далеко не у всех есть демоны вообще. Некоторые из вас, у вас проблемы с характерами. Я один вопрос задал им, говорю, слушайте, если бы сейчас вам сказали, надо заплатить там по 150 гривников, на ваши деньги это 20 долларов, и поехать во Львоме, там характер меняют, вы бы поехали, они кричат, все бы поехали, но не получится, никуда, хоть на какие-то богослужения не ходи, характер не поменяют тебе, надо пройти распятие веткого человека. Распятие, это больно, это больно, но когда, когда ты пройдешь распятие, это хорошо, потому что, вот слушайтесь, Павел говорит, для меня мир распят, и я, что? Два мертвеца лежат. Мир для него распят, убитый, и он для мира убитый, понимаете? Ничего общего. И возвращаясь к нашей теме, мы говорим, что характер, мы вам не поможем, а если бесы, и что делает бесы. Когда бесы входят в человека, ну, давайте некоторые вещи, некоторые вещи, скажите, вам эта тема, ну, вы считаете, полезна, нет? Полезна тема? Полезна. Давайте все-таки посмотрим на это, потому что я думаю, что нам нужно знать эти вещи, я думаю, что нам нужно знать эти вещи, потому что если мы с ними не разделаемся, они с нами, и нам надо что-то делать, что-то делать в этой ситуации. Надо не просто прятать голову в песок, а надо смотреть на все, что происходит реально, и видеть горькую реальность, и думать, что как из этой ситуации выйти. Мне очень понравилась книжка Чарльза Крафта «Свобода от мрака и теней», и он интересные вещи говорит, что когда демоны нападают на верующего человека, вот некоторые признаки. Плохо при поклонении, чтении Библии плохо. Если хочется спать, надо Библию взять руки, и через 10 минут зевота, и сразу человек, некоторые люди сразу засыпают, не могу читать дальше. Если смотреть телевидение или фильм, до двух часов ночи может. Путаница в снах, в мыслях, трудно принять правильное решение. И иногда, когда это не очень сильная демонизация, очень легко бесы уходят. Следующий момент, гнев, страх. Иногда человек чувствует свою недееспособность, подозревает, скажу ли я с ума. И вот эти люди очень сложно себя чувствуют при поклонении. Следующее, более серьезно, это желание убежать иногда с церкви. Я знаю, у нас люди приходят, говорят, я хватаюсь за поручни кресла, чтобы не убежать. Навязчивые мысли, иногда мысли о самоубийстве. Человек чувствует, что ему очень плохо, очень плохо, когда особенно сильно действует Дух Святой. Противоречивые чувства, с одной стороны человек любящий, нежный, а с другой стороны ненависть, стеклянный взгляд, очень дерзкий человек, этот же человек. Когда характер, то пост, молитва и распятие ветхого человека решает проблему. Когда это демоны, то пост и молитва приводят только к тому, что человек чувствует, что что-то надо делать, но не пойму что. как входят демоны в человека. Первое это оккультизм, когда люди ходили гадать, когда люди ходили к экстрасенсам, личный оккультизм или наследственный. Я знал одну девочку, которая пришла и говорит у меня пророческий дар. Я говорю, как это? Ну, она начала рассказывать, она член другой церкви, там начала рассказывать, я говорю, да нет, это не пророческий дар, скорее всего, расскажи о своих дедушке, бабушке, она говорит, бабушка была ведьмой, я говорю, и как? Она говорит, ну, когда она умирала, она взяла мои руки, 12-летней девочке, и так отошла вечно. Я говорю, когда этот дар проявился? Она говорит, ну, лет 16. Удивительная вещь, что удивительное наблюдение, в этом что-то есть. Вот, если это наследственное, то где-то при половом созревании от 15 до 18 лет, как правило, начинается проявление. Личный оккультизм, который ведет человека к тому, я хочу спросить, оккультизм, понятно, что это, нет? Да? Понятно? Личный оккультизм человека ведет к тому, что человек погружается, бесов не было в предках, он просто начинает интересоваться картами, он интересоваться гадалками, начинает ходить туда. Гадалкам ходят, чтобы решить три проблемы. Как сделаться богатым, как сделаться здоровым, и как найти личное счастье. И люди идут туда, и получают демонизацию. И следующий момент. Я пройдусь быстро, потому что у нас немного времени, но вы люди разумные, вы поймете. Бездравственность, образ жизни, блуд, прелюбодеяние, мастурбация, гомосексуализм, лесбиянство, зоофилия, скотоложество, различные формы неправильных отношений, оральной секции, прочие вещи. Я хочу сказать, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Я хочу сказать, что если будут отношения неправильные в браке, там через некоторое время будет пепелище. Я хочу еще раз эту мастер сказать. Я знаю, если неправильные отношения в браке, через некоторое время там будет пепелище. Исчезнет молитва, начнутся серьезные проблемы, и эти проблемы скажутся на детях, и начнутся очень серьезные вещи. Бог говорит, чтобы мы были, как это написано, блуд и всякая нечистота не должны даже что? У верующих именоваться, потому что это открытая дверь для демонизации. После оккультизма это второе место занимает по демонизации. организации. Когда приезжают люди, мы разговариваем с ними, очень многие имеют проблемы в этой области. Они пришли с миром, они пришли в мирской образ жизни, в церквах конкретно не говорят о чистоте и святости, и люди думают, да ничего страшного, при том, можно найти какую-нибудь книжку, почему она называется христианская, не знаю, и там написано, что все, что в голову больную придет, можно делать. Бог категорически говорит о чистоте и святости. Следующий момент. Непрощение. Когда тебя обидели, когда с тобой поступили очень плохо, и это внутри тебя, и ты носишь это, и когда ты носишь это непрощение внутри себя, это продолжается много дней, и ты не можешь простить. Обида, она какая? Сначала в голову приходит, и обиду с головы можно легко выбросить. А вот когда обида придет в сердце, тогда ты понимаешь, что неправильно, рад бы выплюнуть это, да как блесна, закусил, а теперь не можешь выплюнуть. Почему сказано в молитве отче нас, чтобы мы прощали, еще Христос говорит, говорит, что если не простит каждый ближнему от сердца, говорит, то отдам истязателю, это Евангелие от Матфея, 18 глава, 34-35 стих, говорит, не выйдет оттуда, пока не отдашь до последнего, что? Каадрант. Простить нужно, я знаю, что очень трудно иногда простить, особенно, когда нас обидели очень сильно, нам очень трудно простить иногда, но Христос говорил, прости им, отче, ибо не знают, что делать, надо прощать, хотя это больно, хотя очень трудно иногда прощать. Следующий момент, когда нас унижают, отвергают, когда нам делают больно, особенно, когда тебя близкий твой, жена, муж очень сильно унижает, это очень больно, это очень больно, или когда ребенок видит ссорящихся родителей, которые, которые, ну, обижают друг друга. Вообще, мужчины, мне кажется, что отец не может ничего большего сделать для своих детей, чем любить их мать. Ничего большего нельзя сделать. Если только ребенок живет в нежности, в любви, я знаю, отец должен воспитывать, самодисциплина, дисциплина должна быть, все на своем месте, но ребенок, который чувствует, что его любят, и родители любят друг друга, это счастливый ребенок. Отверженность. И иногда мы скрываем нашу отверженность, иногда, иногда нет, но вот это чувство униженности, боли внутренней, некоторых приводит к тому, что человек начинает, начинает подумывать, а вообще, зачем я живу на этой земле? Более сильные личности, они говорят себе так, что меня обидели, больше я к себе близко не подпущу, никого. Я не хочу близко к себе, потому что я открыл свое сердце, и мне плюнули в душу, больше я никого не хочу. И человек ведет себя на людях, ну, пытается счастливым, быть радостным, там все нормально вроде, но когда он остается наедине, если это женщина, она много плачет, а с утра опять надо быть счастливой, очень счастливой. И вот эти тираны, на которых приходят демоны, иногда это душевные связи, иногда это стрессы, душевные связи, это когда человек доминирует над тобой, или когда человек уверовал, или будучи верующим, и начинает заигрывать с любовником, любовницей, перезваниваться в интернете, в фейсбуке, одноклассники и прочие вещи, и думает, да ничего страшного, жене на ночь сказку расскажет о том, что надо проработать в интернете, и работает. И потом, через некоторое время, это все откроется, это все ахнет, это все ахнет, и приведет к очень серьезным проблемам. Я хочу сказать, послушайте, я хочу, чтобы вы услышали, некоторые из вас, вам некоторым из вас надо это услышать. Бог свят, и только чистота и святость удовлетворят Его. Если ты хочешь видеть счастливых своих детей и счастье в глазах своих внуков, если ты хочешь, ты должен быть бояться Бога, любить жену свою, все делать, все делать для того, чтобы жить благословенной жизнью. я выступал как-то на мужском закрытом собрании, ну, одни мужчины, члены церкви, и мы говорили о разных вещах, и откровенный разговор был, очень откровенный, и там была задета мысль о том, что насчет молитвы. Я попросил, говорю, братья, пожалуйста, поднимите руки, кто каждый вечер, каждый Божий вечер, когда ты дома, ты молишься со своей женой и со своими детьми, поднимите руки. А потом еще говорю, ангел говорил, если кто нечестно поднял руку, от сики. Их меньше стало. Из 170, скажите, сколько, как вы думаете, человек молится со своими женами и с детьми каждый вечер? Ну, примерно, ладно уж. Как вы думаете? Процентов? Да, 30%. Правильно. Я говорю, братья, это не кошмар, это гибель. Это не кошмар. Если ты не молишься со своей женой любимой и со своими детьми, и у тебя нет вечером дома молитв со своими вместе, у тебя очень серьезные проблемы, и тебе не ожесточаться надо, а пасть перед Богом, рыдать, чтобы Бог дал тебе дух покаяния. Это гибель. Потому что мужчина, отец, должен все сделать для того, чтобы у него был колдова Христос. Все сделать для того, чтобы дети его видели в доме мир, тишину и благословение. Иногда через стрессы входят бесы. Иногда это у женщин это аборты бывают тайные. У мужчин бывают очень сильные удары какие-нибудь судьбы, но стрессы сильные. Сильные стрессы. Иногда это после разводов бывает, но жуткие стрессы. Человек открыт, и бесы входят. Последняя мысль. Через проклят входит бес. Я знал одну женщину, которая пришла, она с мира пришла, у нас почти все мерзкие, пришла, и ей было под 60, и она сказала, говорит, когда мать, мне было 15 лет, и мать моя сказала, поссорились. Мать говорит, нищенкой всю жизнь будет. Всю жизнь будешь нищенкой, и на ночь никому нужна не будешь. И говорит, как сказала, так вот в жизни моей все произошло. Я хочу, хотя это не тема в семье, но я хочу сказать, если ты хочешь благословенных детей, благословляй, молись, люби, вложи любовь в сердца своих детей, ты пожнешь это сторицей. Никогда не говори о своем ребенке, никогда ничего плохого. Если даже он неправильно сделал, да, можно выговорить, но выговаривая, никогда не говори слово проклятия. Итак, кто такие бесы? Бесы – это злые духи, у них есть воля, у них есть чувства, и у них есть эмоции. Говоря о воле, о воле, говоря, ну, Диван для от Матфея, 12 глава, 43-45, там говорит Христос, когда бесов выгонят человека, вообще, бесы считают человека, тело человека, это как дом его. Так выгонят, когда бес говорит, возвращусь в дом мой. У них есть эмоции, у бесов. Яков говорит, бесы веруют, и что еще делают? И трепещут. У бесов есть разум. Вы помните это. Когда семь человек, сын Искеевы, выгоняли бесов из одного человека, а бес ему говорит, Иисуса знаю, и Павел мне, что? Есть бесы. Они знают ситуацию бесы, знают ситуацию бесы. Ну, например, идет одна женщина и кричит за апостолом Павлом и друзьями его, все рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Итак, бесы – это личности, у которых есть ум, у которых есть воля, и у которых есть эмоции. Иногда мы только начинаем молиться об изгнании бесов, только кто-то из братьев начинает молиться, бесы начинают орать. прямо в зале. Таким образом, бесы входят через определенные грехи в человека, по определенным путям входят в человека. Так не бывает, что человек святой, чистый, благословенный человек, и вдруг раз – бесы вошли. Такого не бывает. И я хочу еще раз, я хочу, чтобы это услышали, потому что некоторые ну или не слышат, или я не умею донести эту мысль. Человек-христианин, свято живущий, исполненный Духом Святым, любящий Бога, он над бесами, и бесы ему не могут сделать ничего. Мысль понятна, да? Потому что бесы начинают влиять на человека и пытаться войти в человека следующими каналами. Рожденный, ну, пожалуйста, Иоанна, 5 глава, 18 стих, 1 послание Иоанна. 1 послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый что? Не прикасан. Когда мы храним себя, когда мы в свете, когда мы в молитве, когда мы в любви, когда мы заняты благословениями Божьими, ища у Библии их, мы непобедимы. Второй момент. Не давайте места кому? Дьявол. Если мы не даем места в нашей жизни, в нашей семье, мы непобедимы. Мы должны знать, что дьявол пытается атаковать наши мысли. И вот когда наши мысли, обида начинается, когда чувство отверженности, когда мы не сокрыты у Боги, или начинаются мысли наши греховные, вот там начинается атака бесов. Я хотел бы показать следующее. Что вот смотрите, я по памяти. За то, что они не имели Бога в разуме, предал их Бог к чему? К превратному уму. Раз. Павел говорит, вошел в послание к Тимофею, первое, по-моему, 4-6, если мне память не изменяет. Это люди поврежденного ума. В церкви люди поврежденного ума. Они не хотели следить за своим разумом. Третий момент. Ослепленный ум. Писание говорит, их ум ослепленный. И четвертый момент, что очень важно. А мы имеем ум Христов. Вот эта задача, иметь ум Христов. Практически, дьявол, когда пытается атаковать верующего человека, он пытается занять его разумом. Вот смотрите, что происходит. Она не... Святой Петр говорит, для чего ты допустил сатане вложить тебе мысль? И когда он вложил мысль, эта мысль была принята, и, наконец, эта мысль была осуществлена, и он начал лгать, и в конце концов, беда ему пришла. Так вот, что касается борьбы бесов против церкви, если у нас тема демоны у порога церкви, они пытаются занять наш разум. Они пытаются грех представить в обольстительно на хороших красках. И вот здесь я хотел бы рассказать несколько историй, которые реальны, реальны, и еще раз реальны. Единственное, я меняю имена, страны меняю, и оставляю только суть. Ну, понятная мысль, да? Почему? Потому что, ну, это неправильно рассказывать с именами. Представьте, я все меняю, оставляю только суть. Ну, наверное, два или несколько примеров расскажу. Ну, первый пример такой, первый пример такой. Верующая христианка, пусть будет это Украина, и одна из больших церквей, верующая христианка, она пришла с миром, и она покаялась, и она счастлива от крещения Духом Святым и членом церкви стала, и она в служении участвует, и она имеет мужа, и муж тоже верующий, и жизнь течет, как течет, и она начала, начала, у них отношения с мужем начали не ладиться, и она начала заниматься сексуальными фантазиями. Она просто представляет в себе разных мужчин, представляет, и когда она представляет, она переживает все, что переживает, и она не понимает, что это грех, и начались проблемы в семье, и с ней начались проблемы, ей все сложнее и сложнее, у нее начались какие-то странности, когда она позвонила мне, потом пришла и начала рассказывать мне, я говорю, рассказываю, если исповедоваться, то честно, все до конца, это останется тайной, но все до конца, она рассказала все эти вещи, и когда я ей сказал одну мысль, что Павел говорит, не хочу, чтобы мы имели общение с бесами, кто в разуме имеет сексуальные фантазии, это касается парней, это касается девушек, это касается замужних, если ты не наведешь порядок и чистоты в разуме и в этом отношении, у тебя могут быть очень серьезные проблемы, и когда мы начали молиться, мы только начали молиться, во имя Иисуса Христа, демоны оставьте, бросила на пол, и члены церкви начали выходить бесов с криком, потому и падают наши семьи, потому и наши дети идут туда, куда не нужно, потому что мы не следим иногда за нашими мыслями, и потом не понимаем, что дьявол, демоны разыгрывают нас вслепую, мы не видим кукловодов, которые занимают наш разум, кто-то сказал, что пассивный ум это мастерская для бесов, если только ты в своем разуме имеешь нечистые мысли, я могу, ну еще один момент, пришла девушка, абсолютно непричастная к блуду, она очень больна, и начал рассказывать, я начал расспрашивать, ввиду того, что приходилось много людей спрашивать, я сразу конкретные вопросы задаю, она говорит, да, это правда, что вы говорите, у меня столько фантазии, у меня столько фантазии, я говорю, знаешь чего, если не покаешься, если не наведешь порядок в своем разуме, у тебя будут очень серьезные проблемы, сейчас, это начало демонизации, чуть позже одержимость, ты должна понимать, что мы должны, верующие, иметь ум Христов, мы должны конкретно, и мы начали молиться с этой девочкой, те же проблемы, те же проблемы, обиды, которые внутри человека очень серьезно гнездятся, это открытая дверь для демонизации, демоны у порога церкви, и они врываются, они врываются и начинают расправляться с теми, которые будут судить мир, с теми, чьи имена написаны в книге жизни, с теми, которых по именам знают ангелы, почему они умеют расправляться, потому что мы не на страже, потому что мы даем себя обмануть, если мы только будем на страже, и самое главное, это разум наш. Павел говорит очень серьезную вещь, пленяем всякое помышление в послушании кому? Христу. Покажите человека, который следит за своим разумом, и в разуме которого Господь, и вы найдете человека, на котором рука Божья благословляющая. Найдите человека, человек, который следит за своим разумом. Это не так просто. Еще мудрый Соломон знал, о чем говорил. Помыслы человека глубокие воды, но разумный человек что? Вычерпывает. Я не знаю тебя, я не знаю тебя по имени, но я хочу тебе сказать, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Хочешь иметь благословение, хочешь иметь благодать, хочешь ходить в победоносной жизни, разум должен быть под контролем Духа Святого. Как только человек заполняет свой разум Словом Божьим, почему этот муж успешен и почему все у него хорошо, первый Псалом. Но в законе воля его и о законе Божьем размышляет как? Я не ночь. И потому, за что не возьмется все успех. И потому, куда не пойдет одна победа, потому что Господь за ним. Он сначала не ходит, с этим миром ничего общего не имеет, а потом он занялся самой серьезной проблемой, это преображением себя ум. иметь Христов, ум благословенный, разум верный у всех исполняющих заповеди его. Дьявол пытается ворваться в церковь, дьявол пытается воровать и разрушать наши семьи. Если Дух Святой говорит твоему сердцу что-то, и ты понимаешь, что тебе нужно покаяться, соверши покаяние. Настоящее покаяние, да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник что должен оставить? Помыслы. Помыслы надо оставить. Ну, вот один пример, один пример, обычно я привожу этот пример, вот смотрите, как оно получается. у вас бездомный есть тут, нет? Вообще не в зале. В городе есть, нет? Есть. Ну, представьте, один бездомный стучит к доброму человеку, такой, ну, ну, добряк, все такое, стучит и говорит, можно переночевать? Тут открывает, она хлеба, она ночует, там он, зайди в комнату ночует. Через некоторое время он ушел, а потом через два дня приходит, уже два бомжа и две бомжихи. Можно переночевать? Ну, говорит, не знаю, ну, ладно, проходите. Он попустил их. А через три дня приходят такие громовые удары в двери. Он открывает 47 человек бомжей. Заходит и говорят, слышь, оно быстро в комнату выйдешь, убьем. Вот так точно с мыслями. Первая мысль может прийти, а как мы ее приняли? Если мы только приняли эту греховную мысль, она приведет за собой другую, а придет их так много, что тебя будет очень мало, а их мучить очень много, и они откроют дверь, и начнутся очень серьезные проблемы. Отсюда странные верующие в наших собраниях. Люди со странностей, которые, ты понимаешь, что что-то не так, но уже их разум под контролем. И еще одна грань демоны против церкви. Я верующий с детства, и я очень верю в пророческое служение. Я считаю, что пророческое служение должно быть в церкви, и пророчество не уничижайте. Написано, один пророчество, а прочее что? Рассуждать. Это должно быть так. Но однажды я пришел к ужасающей мысли, которая раньше не приходила мне в голову, возможно, вам она давно приходила, что среди тех, которые пророчествуют, есть люди, которые от Бога. Есть люди, которые мечты сердца говорят. А есть люди, которые имеют дух прорицания. Когда люди, которые имеют дух прорицания, Петр говорит об этом, волжел, пророки будут. Это люди, которые могут тебе сказать совершенную правду, но за ними стоит демон. И когда демон начинает пророчествовать в церкви, и люди потрясаются откровениями в том плане, что, ну, представьте, вы идете по Ванкуверу и спешите на это собрание. И выходит женщина и кричит, все рабыня Бога Всевышнего, церковь истинную идет для поклонения. Да? Ну, вы сразу ее в машину и сказали, поехали в нашу церковь, потому что истинный пророк наконец нашелся. Да? Ну, правильно? А написано, по плодам их, что? Не по пророчествам узнавайте, а по плодам их узнавайте. Мы должны очень внимательными быть, потому что вал сатанизма и еще впереди. Мы должны пережить, смотрите, время Ноя, а потом перейдем еще к времени Лота. Это еще большее напряжение. И написано, Христос пришед, найдет ли что? Веру на земле. По причине умножения беззакония во многих что? Охладеет любовь. Охладеет любовь. Мы живем в очень сложное время, братья мои, в очень сложное время. И чтобы быть победителем, а мы именно говорим об этом, быть победителем, нам с вами нужно понять, что демоны это реальность. Верующий человек, который побеждает, он побеждающий наследует что? Все. И церковь должна быть побеждающей церковью. А чтобы быть побеждающей церковью, нужна святая чистая жизнь. Святая чистая жизнь. Бог в разуме, нежные отношения в доме, муж любит свою жену, нежен со своей женой. Кстати, когда ты последний раз сказал своей жене, что любишь ее? мужчина есть в зале, нет? А надо говорить, а надо говорить. Понимаешь, какая ситуация? Я вот из семейной жизни два правила сразу понял. первое, что женщина, жена очень нуждается в том, чтобы говорить, что любишь ее. И второе, что в семье надо много прощать и уметь просить прощения. Если мы эти два правила не введем, Господь в центре, молитва, все правильно, мы верующие, но надо не только любить, и быть нежным, и делами доказывать, что любовь, но надо и говорить. Признаки демонизированного человека. Ну, во-первых, это Писание говорит, Ивангелие от Луки 6, 18, тяжкие страдания внутри, нет мира, постоянное беспокойство, постоянная гонимость, куда-то гонит, грех какой-то гонит. Если бы мы меня спросили, скажите, пожалуйста, попытайтесь одним словом сказать о демонизированных людях, я бы сказал одно слово только, напряжение. Человек, который имеет проблемы с демонами, он внутренне напряжен. Человек, который не имеет проблем, он мягок, он гармоничен, он не имеет внутреннего напряжения. Отличительная черта, когда демон начинает мучить человека, это напряженность, беспокойство, гонимость. Мы с вами будем подходить к молитве сейчас. Я еще раз хочу эту мысль сказать, братья мои, церковь победительница, ты можешь жить счастливой семьей, ты можешь иметь благословенных детей, и при том у Бога такое правило. Спасешься ты и весь кто? Той. Бог хочет благословить тебя, Бог хочет, чтобы благословение было в доме твоем, но для того, чтобы было благословение, нам нужно оружие или снаряжение, как сказал апостол Павел, бронь праведности, шлем спасения, щит веры. мы должны сокрыться в Боге и должны знать, что Бог хочет благословить нас, но чтобы на домах наших было благословение, мужчины должны сказать в сердце то, что сказал Иисус Навин, а я и дом мой, чтобы будем служить дом. Мужчины, это очень горькая мысль, возможно, ее не надо говорить перед молитвой, но я скажу эту мысль, благословение Божье приходит через мужчин в дома наши и проклятие тоже, когда мы не верны Богу, когда мы занимаемся тем, чем не нужно, когда мы имеем грехи тайные, когда мы не живем в страхе Божьем пред Богом. Я хочу, чтобы ни один дом, ни один мужчина, ни одна женщина или девушка не испытывали вот эти проблемы с бесами. Я хочу, чтобы мы сейчас пришли к алтарю Божьему. Если у тебя уже есть проблемы в доме, если демоны атакуют твой дом, знай, что у Бога много благословений для дома твоего, но нужно встать в посте и молитве, навести порядок в разуме и прийти к тому, который сказал, что у него благословение и благодать. У нас есть эта возможность, давайте чистосердечно помолимся. Аминь. Аллилуйя, Господь, слава тебе, Господь, мы благословляем Твое чудесное имя, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok